Здравствуйте! Сегодня у нас 29 марта 2024 года, Харьков. Я продолжаю свой видео Ньюник. У нас прекрасная солнечная погода, тепло, плюс 10 градусов. Вообще отлично. На улице я выбежала за молоком. Мне сейчас нужно пойти в магазин купить молоко. Но дома нет ни света, ни интернета, соответственно. У Норы сейчас должен быть классный час. У Норы каникулы, но сейчас классный час. У них 10 утра, интернета нет. К мобильному кое-как подключились. Света нет тоже с самого утра. Добавлю вам в этом видео, чем мы спасаемся. Сейчас оказалось, что нет молока. Ну как, не то, что оказалось. Я его, в принципе, и не покупала заранее. Объясню, почему. Потому что света-то нет по утрам. И если я покупаю, я недавно купила литр молока вечером. Утром сделала кашку, пока ночью был свет. Потом же свет отключают на полдня. И у меня молоко просто скисло. Если, ну, смотря, тоже зависит, сколько градусов на улице. Ну, учитывая то, что сейчас 10 градусов на улице. А на балконе у меня вообще солнечно. Поэтому молоко, конечно, храниться долго не может. Вот я сейчас стою в тени, и вы знаете, не холодно. Немного ветерок легкий, но это не критично. Так, что я вам сегодня хотела рассказать? Ну, идемте в магазин, сходим за молоком. У всех каждый день вопросы, как же работает у нас супермаркет. Каждый день вы мне пишете. Супермаркет работает благодаря генераторам. Так вот, молочко, чтобы не портилось, надо, наверное, купить какое-то маленькое, чтобы сварить кашку. И все, потому что сейчас же нет холодильника. Ну, в общем, мы столкнулись с такой проблемой. Я обычно в стекле покупала молочков. В стекле здесь я пошла в приезжающий сейчас магазин небольшой. В стекле нету молока. Ну, может, такое взять? Просто квашено. Раньше оно было просто квашено, А теперь после... Это теперь называется просто наше. После, я не знаю, как это назвать, декоммунизации. Так, какое здесь число? До пятого числа. Но, в принципе, нормально. Ладно, возьмем это. Блины сделаю. Если начнет портиться, то сделаю блины. Что же мне остается делать-то? У меня нет другого выбора. Так, что у меня еще? У меня еще сахар, потому что он был. Масло. Масло пока есть. Сахар. С возьмем сахар. Вот он. Есть сахар за 28 гривен. И есть за 27,50. Сэкономим. Берем за 27,50. Мука стоит 20 гривен. За 80 копеек. Один килограмм. Есть за 18 гривен. Есть... 18 за 18. Что у нас еще есть? Ну, вот. Манная крупа. Здесь еще музыка играет. Это очень плохо. Рис. 55 гривен. Такой рис. 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 Овсянка. Я сейчас, кстати, буду овсянку. Амирану готовить. Ладно, мне больше ничего не надо. Идемте. А так и работают магазины на генераторах, чтобы люди могли как-то жить. И бизнес тоже мог работать. Когда вы спрашиваете, как люди живут, живут, стараются как-то жить и работать. Карта. Карта. И тоже можно расхватиться без проблем. Спасибо. Смотрите, сколько генераторов подвезли. Это я сейчас прохожу мимо валмаркета. Я не знаю, что это такое. Магазин техники. А у них там все в генераторах вообще. Все внутри в генераторах. И здесь генераторы коробками. И я вам скажу, что генераторы опять теперь в цене, в ходу. Опять всем нужны генераторы. И там им продаются генераторы. Опять все. Ну вот что. Такая жизнь настала. Всякие зарядные системы. Опять это всем нужно. Такая вот суровая реальность. Кстати, трамваи до сих пор не ходят. Ну, потому что не смогли запустить. Энергосистема не позволяет. Только запустили метро. Так, поднялась быстро домой. Уже вернулась. Поставила вариться кашу. Пока кашка варится, у меня есть 5 минут. С вами поговорить. Во-первых, вниз, вверх. Я заметила, что это такой у нас теперь бесплатный фитнес. Подниматься по ступенькам вообще полезно для здоровья. Поэтому в этом я вижу, конечно же, плюс. В этой ситуации, что нет цвета, лифт не работает. И я поднимаюсь очень много раз за день туда-сюда по лестнице. Задача бывает с каким-то грузом, с пакетами, с бутылками, с водой. Сейчас, пока я села, читаю. Пришло мне в оповещение в Google, что первую подземную школу в Харькове готовят уже к открытию. Уже в этом году учебном она будет открыта. Честно говоря, я в шоке. В подземной школе смогут учиться 900 детей в две смены. В индустриальном районе Харькова почти завершили строительство первой подземной школы. В настоящее время классы подземной школы готовят к началу учебного процесса. В частности, там расставляют парты и доски, убирают помещение. Об этом сообщил мэр. Практически уже завершили строительство настоящей подземной школы, которая рассчитана на 450 учеников в одну смену. В ней смогут учиться 900 учеников. То есть в одну смену и во вторую. Будем сегодня уже запускать, чтобы дети смогли учиться, поскольку обстрелы не прекращаются. Такие школы будем строить по всем районам Харькова. И вот у меня такой немного содрелый вопрос. Дети подземелья? Я в шоке. Во-первых, это очень мало на 900 человек, на 450 в одну смену. Да, это очень мало. У нас раньше сколько школ было по Харькову? В городе, в котором всегда было 2 миллиона людей, конечно, одна школа такая, это вообще ни о чем. Ну, сейчас детки учатся онлайн, кто не знает. Поэтому, честно говоря, такие новости, они очень сильно расстраивают, очень сильно. Ну, поэтому я предпочитаю вообще абстрагироваться, чтобы, дабы не сойти с ума. Итак, и теперь хорошая новость. На торги выставят более 40 акварелей работы великой княгини Ольги. На 7 апреля намечены торги, в рамках которых будут представлены живописные работы дочери императора Александра III и сестры Николая II, великой княгини Ольги Александровны Романовой. Об этом сообщает, так, аукционный дом. Княгиня училась живописью нескольких мастеров, в том числе и Василия Маковского. Свои работы она в основном дарила родственникам и друзьям, подписывая их своими инициалами, а после эмиграции именем Ольга. В каталоге аукционов собрано более 40 акварелей, общая стоимость которых оценивается в 30 миллионов рублей. Эстименты отдельных наиболее ценных лотов составляют 500 тысяч 1,5 миллиона рублей. Ну, здесь заявлена цена в рублях, кому интересно, переводите в другую валюту. Но, очень жаль, то, что не приведенные фотографии в этой статье, нет фотографий. Я бы хотела увидеть, конечно же. Всего будет продано 104 предмета наследия великой княгини, включая автографы императора, памятные медали, предметы мебели, скульптуры. Вот поэтому мне, конечно, интересно, когда, знаете, какой-то происходит аукцион. У меня очень много аукционников, даже, возможно, что-то есть сейчас здесь, я вам покажу. Когда проходит вообще какой-то аукцион, я думаю, это тоже не исключение, то всегда делают вот такие вот, допустим, аукционники. Выпускают, что будет заявлено на данном аукционе. Что будет заявлено, ну, это не они, это с других аукционов. Что будет заявлено на аукционе, там, где собрана коллекция царской семьи, акварели княгини Ольги, ну и, в общем, к сожалению, в статью это не включили. А это было бы очень интересно. Там всегда стоят фотографии качественно и стоит estimate, минимальный предел цены. Здесь тоже, кстати, очень много интересных. Это брошь, сапфиры, бриллианты. Очень люблю рассматривать подобного рода аукционники, даже когда, ну, допустим, это какой? Это 2015 год. Но, тем не менее, мне тоже это все интересно, и тем более сравнивать цены за разные. Знаете, бывает, вот ты смотришь цены за разные годы под влиянием тех или иных мировых событий. Они либо повышаются, либо понижаются, проседают. Ну, в общем, это все влияет. И есть, конечно, идеальное время для продажи каких-то вещей. И есть время неподходящее. Так, у меня там уже... Какая красота! Ой, кстати, посмотрите, на чем я вам открыла. На чем я вам открыла? Это невероятно. Только открыла и открыла на Елизавете Филдоравне. Бывает же такое, да? Да? Такое бывает. Ну, здесь ее личные вещи. Здесь эмалевые вещи представлены. Эмалии, 84-ка, дореволюционных, известнейших мастеров. Это моя любовь. Подобного рода ковши, это моя любовь. Сейчас посмотрим, какой-то мастер, 157. Акимов, ковш, серебро. Василий Акимов. Я не могу. Это такая любовь, любовь. В общем, я могу это все рассматривать вечно. Если кому будет интересно, могу ближе все показать. Так, в принципе, я сейчас вам могу ближе все показать. Очень быстренько. Сейчас я кашку сниму с плиты. Так, показываю вам поближе. Эту красоту неимоверную. Так, 159. Вот. 159. Здесь все на английском, но, в принципе, можно понять. 84-я проба. Москва, 1899 год. По стаканик, 150. Но самый красивый здесь, конечно же, ковш. Да. Это невероятный. Василию Акимову удалось передать всю красоту. Видите, здесь сколько здесь цветов эмали. 1, 2, 3, 4. 4 цвета эмали. И здесь красивое патирование получилось. Ложечки очень красивые. 160. Так, ложечки. Клингерт. Коробочки. Икона. Ксения очень красивая. Тоже в эмалях. Сколько раз я это смотрела, и когда я заново открываю какие-то альбомы по искусству, каталоги, у меня заново начинается эльфорический припадок. Вы посмотрите на этот сундучок. Обчинников. Москва, 1908-1917 год. Ну, это же просто шедевр. 139 грамм. Эстимейт 3-5 тысяч евро. А сколько на ковш они эстимейт поставили? Так, 157. 3-5 тысяч евро. Но это не цена, это эстимейт. Это потом в процессе торгов цена может возрасти до небес. Ну, бывает, правда, по-разному. Смотря на какие вещи. Вы посмотрите, какие маленькие. Я даже не знаю, что это. Такие маленькие, как пиалочки маленькие. Так, 167. Семенова. Так, 45 грамм. 1899-1908 год. Мария Семенова. Очень красивые. Смотрите, какие цветы. Все серебро и эмаль. Все, что я сейчас показываю, это революционные работы известных золотников. Какая ложка вообще. Не, не, да? Да. Я хочу ковш такой. А зачем ты снимаешь? А что, нельзя? Нет, просто спрашивай. Зачем я снимаю? Начала рассказывать за одно и перескочила рассказывать за другое. Вот затем и снимаю. Зачем я снимаю? Визуализирую. Сейчас ковш на голову упадет. Можно? Можно вместо ракеты, чтобы меня ковшами забрасывали? И сундуками вот такими эмалевыми? Эта шапочка сушится поближе к огню. Ничего же не сохнет в доме вообще. Так говоришь, зачем я показываю? Как будто бы я показываю в реальности эти ковши. Я понимаю. Ты снимаешь видео или что? Да, я снимаю видео. Какая нефритовая. Я даже не знаю, что это. Емкость. Ковш, это тоже ковш. Я так понимаю, это подарок императору был. От кого не совсем понятно. 5-6 тысяч евро они сделали эстимейт. Ну, эстимейт это, знаете, эстимейт может быть сколько угодно. А вот за сколько уйдет, это еще вопрос. Смотрите, это из нефрида все сделано серебро и драгоценными камнями украшено. И там вон эмаль еще присутствует. Очень красиво. Поэтому я люблю рассматривать. Я смотрю. Различно даже бывает вот что-то было такое в жизни. Рассматриваешь, рассматриваешь эти каталоги и находишь какие-то вещи, которые от себя были. Так, посмотрите, какой сервиз. 212 сервиз, сервиз. Так, тоже царский. 84-я проба, Москва, 1908-1917. Посмотрите, какой здесь сюжет. Вот это да. Красота. Здесь набор таких бокалов красивых. А вот это вот вообще Овчинникова. Очень красивая братья. Очень красивая. Посмотрите на эти детали. Какие здесь грифоны. Там еще надпись идет. Санкт-Петербург. 1899 год. Ну, здесь уже есть иммейт побольше 12-15 тысяч. Но за сколько ушла? Вообще неизвестно. Видите, здесь с одной стороны такие идут грифоны, а с другой стороны идут такие кентавры с луками. И здесь все-таки кентавр луком целит в птицу. Здесь, в общем, везде разные сюжеты. Здесь есть и... Пегасы. В общем, какие-то мифические звери. Очень красиво. Так, ладно, друзья, давайте заканчивать, потому что я так могу до бесконечности это все показывать и восхищаться. Все. Не забывайте подписаться на канал. Всем хорошего дня, хорошего настроения, мирного неба, крепкого здоровья. И помните, самое главное, что все войны заканчиваются миром. Так, спрашивали у меня, покажи, чем вы заряжаете телефоны и все, ноутбуки. Вот, подоставали все, что было. Но помимо пауэрбанков, у меня есть несколько пауэрбанков и есть такая вот... Это тоже как зарядная станция, да? Сейчас мы ее откроем. Это мне дарил Дмитрий, подписчик. Он мне ее присылал из другой страны. Из Америки она приехала тогда. Это станция. Здесь к ней такой идет мешочек. Так, что здесь еще есть? Это к ней зарядка, чтобы ее заряжать. Это переключатель под нашу... Ну, вот здесь, видите, такая вилка, как в Америке. Нужно через переходничок вставлять. Здесь очень много различных шнуров, чем подзаряжать на разные устройства. Так, это мы сейчас вытащим. Видите, все пригодилось. Ой, пригодилось все. Все-все. Потому что с тем, что сейчас происходит, это еще огромная радость. А, здесь вот можно и через... Что это? Ну, ладно, сейчас разберемся. Так, здесь есть вот такие вот лампочки, которые заряжаются от этой тоже станции. Вот такие вот лампочки. Они заряжаются, потом просто висят. Но это нужно со всем этим разобраться. Сейчас, секунду. Вот так вот это выглядит. Вот так вот это выглядит. Портатив Power Station. Портативная зарядная станция. Так, вот мы включаем. И у нас показывается, должно показаться, сколько батарея, сколько осталось. Наверное, надо что-то в нее вставить, чтобы понять, сколько. Здесь, видите, и розетка есть. Нужно только переходничок под нашу розетку купить. Ну, и вот такие вот разные штуки. Сейчас мы попробуем что-то зарядить, потому что я давно ее не доставала. И вот сейчас такое время, когда каждый день нет света. И это просто спасение. Повербанки и такие штуки. И генератор. Я чувствую, пригодится сейчас все. Сейчас буду разбираться. Так, ну, вот. Здесь показывает, сколько сейчас у нас заряда. Простите, у меня чайник закипел.